Всем привет! Для сегодняшней работы понадобится фатин шириной 6 см. Беру розовый фатин и отрезаю отрезок длиной 80 см. Затем отрезок складываю пополам и прошиваю. И по итогу получилась вот такая заготовка. Теперь я ее плотно стягиваю и срезаю нить. Белого фатина беру отрезок длиной 60 см. Затем его складываю вдоль пополам и разрезаю. И по итогу у меня должно получиться два отрезка длиной 60 см и шириной 3 см. Беру один отрезок, складываю вдоль пополам и прошиваю. Затем плотно стягиваю. Вот такая маленькая заготовка получилась. А чтобы она была пышная, разделяю слои фатина. Для декора буду использовать фетровую бабочку и серединку ручной работы из полимерной глины. Эти серединки я делала не сама, а заказывала у Юлии. Заказать такие серединки у Юлии для своих работ можете и вы, написав ей в социальные сети в инстаграм или же в группу вконтакте. Все ссылки оставлю в описании под видео. А заказы Юлии отправляют в любую точку Беларуси и России, транспортной компании с ДЭК и почтой. Для более точной информации пишите Юлии в социальные сети. Хотелось бы отметить цену, она вас приятно удивит. Заказываю такие серединки не в первый раз и могу сказать уверенностью. Выполнены они качественно и аккуратно. Если вы хотите порадовать своих клиентов эксклюзивными оригинальными бантиками, обязательно обратитесь к Юлии. А теперь продолжим мастер-класс. Чтобы прикрепить такую серединку, я ее хорошо царапаю и наношу клей. Использую клей гель момент. Теперь прикладываю фетровую бабочку и оставляю до полного высыхания. А пока клей высыхает, из кожзама вырежу бабочку. Беру шаплон, он размером 7,5 см. Прикладываю кожзаму, обвожу и вырезаю. А чтобы бабочка хорошо держала форму в процессе носки, я ее приклеиваю к фетру при помощи горячего клея. А те, кто меня давно смотрит, знают, что подобного плана изделия мне нравится делать с подвесками. Для подвесок использую декоративный шнур в серебряном цвете. С одного края завяжу узел, а другой проклею для удобства нанизывания бусин. В качестве декора использую меховой помпон и помпон из фатина, которые ранее мы с вами уже сделали. И еще понадобятся бусины разной формы и размера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подвески готовы, приступаю к сборке банта. Субтитры создавал DimaTorzok Клей высох и дополнительно серединку с бабочкой закреплю фетром. Клеить его буду горячим клеем. Приклеиваю декор и бантики готовы. Посмотрите, какие они получились. Нежные, милые и тоже время нарядные. Напишите в комментариях свое мнение о данной работе и работали ли вы уже с серединками ручной работы.